В день города на стадионе лицея Парус состоялись соревнования по силовой уличной гимнастике стритворкаут на призы президента торгово-промышленной палаты города Держинского Виталия Пономаренко, который лично принял участие в турнире, показав наилучшие результаты среди молодых спортсменов. Воспитание молодежи на личном примере является самым эффективным методом, считает учредитель соревнований. Буквально за час до начала турнира мы встретились с Виталием Пономаренко на новом стадионе. Виталий Михайлович, мы находимся на площадке, где после открытия были дополнительно установлены турники и брусья. Это сделано специально для проведения турнира? Были установлены более мощные турники специальной такой крупной конструкции, забетонированные капитально брусья для того, чтобы занимались тяжеловесами. То есть это будет постоянная конструкция, которая здесь приобрела свое место. Виталий Михайлович, Вы собираетесь принять участие в турнире наравне с молодежью? То есть цель проведения соревнований – спортивное воспитание? Воспитание молодежи – одна из основных моих задач. Любое воспитание молодежи должно основываться на личном примере. Просто так организовать, дать денег, постоять рядом – это можно, конечно, но я считаю, это неправильно. Нужно показать молодежи, что да, при определенном подходе к жизни можно и в 45 выглядеть хорошо, иметь хорошую физическую форму. А форма у меня сейчас действительно хорошая. И я на 100% уверен, что будет здесь много молодежи, перспективной молодежи, сильной молодежи. Я их видел на тренировках. Но я могу сказать, что я в свои 45 им не уступлю ни грамма. Среди моих сверстников, которым там за 40 только стукнуло, да, ну еще до 50 не дотягивает. И все уже говорят, мы уже старики, мы свое уже подтягивались, отбегали. Все это не ерунда, все это неправда. 45 – это не возраст. Я постараюсь все-таки вот на этих соревнованиях показать, что возможно делать в 45 лет. 45 – это вообще самый рассвет еще. Если лежать на диване и пить алкогольные напитки, да, ну тогда действительно вырастает живот. Ни энергии, ни желания ничего делать, нет. При правильном подходе, при введении здорового образа жизни будет и возможность подтягиваться, и бегать, и прыгать. А самое главное, будет полно энергии для того, чтобы что-то творить, что-то делать реальное. Подтягивание – это хорошо, это тонус. Но энергия нужна для того, чтобы нашу жизнь делать для всех окружающих лучше. Виталий Михайлович, эти соревнования – разовая акция, пиар-ход или пропаганда здорового образа жизни? Весь пиар закончился еще в декабре прошлого года. Сегодня наступил просто новый такой этап в развитии нашего города. И поэтому соревнования – это не разовый. Конкретно, что касается этого вида спорта, я планирую, что они будут проводиться как минимум два раза в год. Это начало сезона, май месяц, и окончание сезона – это вот хорошее время, день города, приурочий дню города – очень хорошо. Но точно так же мы будем проводить и другие соревнования, которые уже на сегодняшний день не являются разовыми. У нас по силовому троеборью уже порядка пяти соревнований было, и они дальше будут проводиться. Проводились соревнования по народному жиму, они тоже, я думаю, где-то ноябрь-декабрь будут проведены. То есть какой-то график, он будет, я его расписать точно не могу. Но то, что это будет уже входить в систему – это однозначно. И я хочу, чтобы вся молодежь в этот процесс включалась. Да не только молодежь, я же еще раз говорю, что ведение здорового образа жизни правильно для всех. Чем здоровее будет население нашего города, тем лучше жизнь в этом городе будет. Это физкультура для того, чтобы душа и тело были молоды. Поэтому абсолютно разная форма проведения соревнований. И жимы, и подтягивания, и, я так думаю, в скором будущем какие-нибудь будем и лыжные гонки делать. В плане стоит реконструкция стадиона. Буквально недавно был разговор с главой города, где он сам озвучил, что легкая атлетика – королева спорта. Я лично сам воспитывался на этих словах и в детстве занимался легкой атлетикой. Но сегодня у нас негде проводить занятия и соревнования по легкой атлетике, потому что нет просто нормального стадиона. Поэтому в планы были и города, и мои в планы входят именно на следующий год, заняться реконструкцией стадиона. И там тоже развивать беговые, прыжковые элементы. То есть легкоатлетический комплекс. Поэтому никакой разовости, никакого пиара. Это должна быть система. Итак, за звание сильнейшего и призы торгово-промышленной палаты боролись 14 спортсменов. Ребята от 16 до 23 лет. Самый юный – Давид Гаев. Самый опытный – Виталий Пономаренко. Он шел вне конкурса. Его результат оценивался как пример для подражания, но не учитывался. По условиям соревнования засчитывалось общее количество выполненных повторений. Отжиманий на брусьях, подтягиваний на перекладине и выход силой. С самого начала турнира определились лидеры – Константин Солдаткин, Никита Гулидов и Юрий Гагарин. Юрий, кстати, помог в проведении соревнований, за что организаторы выражают ему особую благодарность. Как и обещал, Виталий Пономаренко показал один из лучших результатов турнира. Наряду с 20-летним ребятами президент торгово-промышленной палаты подтянулся на перекладине 26 раз, отжался на брусьях 63 раза и сделал выход силой на турник 7 раз. Ближайшие соперники – призеры и победитель турнира, которого 45-летний спортсмен обошел на 1 балл. В итоге от учредителей соревнований ребята получили кубки и денежные призы. 15 тысяч рублей за первое место было вручено Константину Солдаткину. 10 и 5 тысяч рублей за второе и третье место, соответственно, получили Никита Гулидов и Юрий Гагарин. Почувствовав вкус победы, молодые спортсмены готовят себя к новым испытаниям. Редактор субтитров А.Семкин